Евгений, первая ваша игра после возвращения. Как себя сегодня чувствовали? Насколько было тяжело влиться в ритм? Ну, в принципе, я чувствую себя хорошо, как бы остановился полностью. Все хорошо, в принципе. И в ритм влез, в принципе, чувствую нормально себя. Что сегодня произошло с командой? Показалось, недонастроились на Амур. Не, настрой был как бы нормальный, все хорошо. Просто Амур хорошо сыграл, там, ловили на себя шайбы. Вы видели, там, я не помню, там, 27, по-моему, 17. Ну, как бы, ну, и такие игры бывают, ничего не сделать, как бы, сегодня. Ну, все же в первом периоде Салават, команда лучшая в лиге, ты по первому периоду, а Амур худшая. Но сегодня совершенно этого не видно было. Скорее, наоборот, в чем причина, все-таки, начало такого. Ну, сложно сказать, я не знаю, но настраивались очень хорошо. Мне кажется, настрой был хороший, и так получилось просто. Ну, прервалась у команды победная серия. Насколько это имеет значение, все-таки, для команды? Главное, это сохранить на сцене. Ну, мы настраиваемся, в принципе, на каждый матч, и идем шаг за шагом, и стараемся выиграть каждый матч. И, в принципе, будем прогрессировать. Для нас будет урок. Сегодня у вас был хороший момент, 1-0, что мы получили. Да, вот надо забивать, и, как бы, это, на мне тоже такие моменты забивать, как бы. Это от нехватки игровой практики, наверное, да? Ну, я не знаю. Что там было, молите, Женя? Да, что-то начал там перебирать. Надо было бы бросить, и, может, забил. Что положительного можно из такого поражения вынести? Все-таки, сегодня мы сумели отыграться, перед ногой на себя ловил, все-таки мы давили, момент создавали. Немножко не получилось, как говорят игроки, но бывает такое. Что положительного можно вынести? Ну, действительно, да, мы отыгрались, по-моему, на протяжении сезона не отыгрывались после первого периода. Вот это для нас урок, как бы, находить силы, находить эмоции, входить в игру, как бы, это, ну, это обычная практика, как бы. Ну, впереди еще одно зеленое дерби, вы пропустили два победных для Салавата. Да, конечно, настраиваемся, настраиваемся, и все прекрасно понимают, что это такое, куда мы сейчас едем, и, конечно, настраиваемся.